это что закон подлости я только на и оделась говорю на работу поеду и дождик начался всем доброе утро вот такое вот у нас вот оно какое наше утро и что же мне делать поеду съезжу а потом в мир к дону заеду посижу пару-тройку часиков потому что после страстной недели да еще и в дождь нет это не день для парикмахерских ай блин надо же вот в 9 прямо написали в 9 вчера чтобы будет начнется дождь и в 9 он начался представляете стало пол девятого нифига никакого дождя не было так вот ладно пойду завтракать я уже в меркадоне и смотрю стою перед выбором вот килограмм мне нам почему-то кажется более красное чем полкило вроде бы одинаковая фирма все дела но блин килограмм я не сожру ничего придется варенье варить что ли но опять килограмм как выбрать вот из всего этого пипец я знаете как выбираю где помельче то мы выбираем потому что мелкая клубника намного вкуснее чем крупные дела вот уже картошку боже как она пахнет кузне карбуза не хочется потому что холодно когда холодно мне не хочется арбузов блин как клубника пахнет сейчас умру вкусняцк блин тележек маленьких не было пришлось большую брать мандарины мандарины не хочу мандарины как-то зимой естся а уже так вот билиже к лету не хочется пельсины есть ладно будем дальше выбирать эту одной рукой рулить нельзя так а я сегодня кстати одна дома наверное поэтому что-нибудь вкусненькое себе приготовлю у меня есть плов но я хочу что-нибудь знаете грибы что ли какие-нибудь сливках у меня сметана есть клубник вот эту чернику можно взять потому что я ее на ночь ем когда кушать хочется так ладно буду дальше смотреть что и почему и как артишоки у нас смотрите почему они артишоки здесь написано морковка но это не морковка пойдемте с другой стороны а нет 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 не написано почему артишоки редиску пойду возьму и диску огурцов нет в общем буду набирать потихоньку вам покажу потом смотрю яйца для покраски мне нужны белые но с этим походу тут проблема вообще нет нету белых яиц пипец будем искать смотрите вообще нет яиц белых но обочины мне точно тоже нужны у нас яйца распределяется или или ими что-то тут одни или и кис или это совсем большие я всегда беру или они небольшие не маленькие но бы для пока одни я помню знаете в прошлом году взяла к у меня были такие наклеечки так вот они не залазили на эти яйца я наварила тебе много и пришлось потом их покупать маленький поменьше яйца чтобы чтобы залезли наклейки так вот блин белых яиц нет но мне в лиддл надо еще за хлебом съездить на улице ливень такой вы не представляете я ехала на работу и и развернулась на полпути потому что такой ливень ударил парковалась там внизу в парковке с чарли у меня в машине сидит в общем пипец какой-то и говорю чаще мне там поеду если такой ли вы ливень льет приехала меркодону прям к открытию представляете так хлеб нужен мужу тоже вот мои покупки давайте по ценам пройдемся сначала лиддл потому что здесь мороженое есть это мороженое кстати очень похоже на наш пломбир мне этого хватит на все лета наверное вот потому что здесь два с половиной литра и стоит она у нас вы надо 3 евро 33 19 центов вот потом дальше холст купила кстати я его сейчас сосу две штуки у нас по евро вот вот это вот колбаса это я на крошку взяла очень сильно похоже на нашу докторскую очень вкусная она у нас стоит 3 19 вот написано будет еду десерту так что потом хлеб вот он вот этот купила черный серый как наш серый он евро 99 и сок сок я мешаю с апельсиновым здесь не кроме сока ничего нету смотрите вот сами 65 процентов сок из винограда 25 гранат 10 процентов черной смородина и усе все видите 65 плюс 25 сколько 90 10 сто процентов то есть здесь не сахар нифига ничего нету так что сок у нас стоит рубль 49 но мне его хватает на неделю это что касается лидола сейчас я все положу в холодильник мороженое то растает кстати из него очень хорошо тоже делать коктейли молочные вкуснятина ну конечно это все для расти попа но раз в месяц можно позволить и и всего у меня в лидоле ушло 1166 так теперь у нас меркодона достала голову пока вкрылась холодильнике от семги буду суп варить вкусняцкий значит начнем с этих печенье для собаки 250 здесь один килограмм и тоже ему хватит не знаю наверно на полгода я единственное что думала купить или не купить я уже говорил 150 раз что у нас мошки потом начинаются и ну в печенье тоже получается поэтому не знаю куда как ну купила господь 250 заведутся выброшу что делать сахар 2 килограмма евро 34 сырок вот такой у меня вчера муж мне подвигать даже сырков нет он любит на ночь есть такой ну хлеб хлеб забыла в машине в общем типа бутерброда намазывает и такой у него ужин евро 25 стоит беру вот такие вот маленькие баночки с кукурузой потому что большие я беру и потом выбрасывает прям порционные баночки такие маленькие они у нас стоят 95 центов политоскальные а это чуть для чарли купила они по моему одинаково стоит на евро 19 и одна и другая тоже мы надолго хватает потому что мы даем вырубился свет такую часть в общем у нас знаете какая проблема есть которую муж может решить вот так но это же надо делать наверху там лампочки есть на это на террасе так вот одна лампочка выкручена потому что ну ее надо было поменять и туда видимо попадает вода и поэтому пробки вырубают так вот чтобы найти где я один раз у меня уже вычислил чтобы найти где вот эта штука из верха я думаю что это это потому что видите уже не вырубает то есть это подписан что это кухня а вот эти хрен знает что это такое ну вот я сделал методом тыка вот это вроде бы не вырубает ну я ему сейчас позвонила естественно люлей вставила как полагается без люлей как без пряников и все будем ждать будем надеяться что это причем кажется знаете вот когда лил дождик вот на той неделе по моему ничего такого не было а сейчас тогда нужно либо лампочку вставить я не электрик но наверху там лампочки нету этому выяснили а вот чтобы вставить и сделать я им говорю на летом не делаем там будем барбак барбекю жарить но это мужики блин мужик сказал мужик сделал через год тому что через два продолжаем с нашими покупками на чем мы остановились молоко молоко у меня еще в это надо в евро 32 за к за коробку имбирь взяла а где имбирь а вот он вот такая это вы знаете что простуды для всего мне в чай нравится добавлять 96 копеек хлеб хлеб у меня в машине я его не доперла потому что не хватило рук хлеб обычный в тост и делать интеграун цельнозерновой 95 копеек хлеб обычный три штуки евро 10 йогурт йогурт вот этот йогурт 6 штук она это из тростниковым сахаром это мужу он такой любит я йогурт и не люблю хоть ты оба обкакайся не люблю и все у я спасен так он у нас стоит 74 цента мука обычная 43 цента соль и с йодом 18 центов а вот такие влажные салфетки тувалет в туалет они у нас евро 85 какие-то дорогие взяла сама какие-то дорогие а еще и там эту взяла 95 центов пленка пищевая 95 центов яйца обычные вот эти вот белых не нашла они в лидале нигде девор 45 элька ин салада а салат вот такой не знаю обожаю там прям куски такие гангреха ну и крабовые палочки с ананасом в общем прям вот балл у себя иногда евро 50 стоит редиска буду делать опять окрошку окрошка окрошка пойдем копать картошку евро 10 у нас стоит фреса здесь у нас килограмм клубника килограмм клубники у нас стоит они здесь полтора килограмма не подождите короче килограмм стоит евро 49 здесь у нас евро 332 грамма то есть вот это бадьян 2 евро ну поняли до евро 49 килограмм картошка 5 килограмм 399 и огурцы три огурца взяла евро 49 килограмм как клубника на 63 копейки огурчики хорошенькие знаете как выбираю огурцы всегда вот тут пипочку прутровую не вот эту попку а вот эту если она твердая то огурец хороший если она вялая такая то огурец будет вялый не знаю такой мой лайффак как вы огурцы выбираете может какой другой способ есть я вот вы выявила себе такой если вот такие у меня муж вообще огурцы не умеет выбирать один раз произнес такая папа как какашка вот а я выбираю всегда вот вот это вот пробу чтобы если мягкая то сразу не беру ай подождите а это а вот это голубика черника что это такое где она есть тига это сукор мазь полевая хинхиври панфами арина пафель вырусен саварова арандана вот 225 здесь 225 грамм 225 это говорю у меня ужин и либо клубника либо арандана клубника пропадает быстро я ее знаете что сделал потру с сахаром и заморожу порционно и будет у меня такая вот добавка не знаю к чему нибудь варенье нет у меня есть варенье поэтому открыла банку она меня стоит ладно слышите дождь буду все это разбирать или наверное на диване поваляюсь потому что время еще рано еда у меня в принципе есть это тут чарлины волосы в общем чай пришла делать в этом сидим смотрим знаете что передать такая типа нашего поле чудес вот но здесь не одно слово целое предложение и вот я сижу отгадываю одно за другим и говорит давай говорится отправим письмо чтоб тебе послали и правда там как-то легко все не то что не знаю как-то в общем мне легко кажется он говорит и я напишу и поедем в поле чудес когда конечно в испанское поле чудес я поеду не поле чудес она как рулетка такая знаете вот но там целое предложение нужно отгадывать там подсказка такая дается одна и вот ты отгадываешь по буквам вот я уже наверное штуки 3 отгадала и вот он тебе давай напишем говори ты поедешь да конечно почему бы и нет поеду отгадаю выиграю денежек так чай поплю сейчас какой не знаю как всегда я уже пила с имбирем а теперь у меня волшебная коробочка есть еще совсем маленький но а вот это давно не пила с шоколадой с клубникой и бананом его и поплю такая погода дождь все идет моросит такой ну и представляете целый день а еще знаете что странно прям очень странно я пока сегодня в магазинах была но я стригу мужчин это как приходят стригу что-то такого если женщин стричь что и мужчин стройгу а ну чтобы меня вот так вот звонили там я приду время назначали бывало но очень редко а сегодня аж три мужика позвонила и сказала два завтра придут и один послезавтра это так странно думаю может пусть проверка какая-то мне идет потому что ну это очень странно мне конечно проверка тебе не будет звонить и говорить что фиг его знает нет один точный иностранец у него акцент английский остальные два не знаю ну так странно вообще в один день трое позвонили так что ждите результата может быть ко мне проверка завтра какая придет у меня все нормально вы знаете постоянно что я и налоги плачу и все дела в общем пипец я не думаю что это обычно здесь если проверка приходит то сто процентов без без звонка там фиг узнал посудочек нам его надо ее разобрать клубничку поела сейчас пока наемся потом ее сахаром протру и в пакетики такие вот у меня такие есть пакетики такие пакетики они наверно всех есть и вот так вот заморожу их и будет у меня порционная клубничка пока дешевая вообще на рынке можно наверное коробку взять за что-то за евро-два в принципе она так же как и здесь чайник степел так что вот смотрим поле чудес мы в парк пришли у нас закончился дождь но начался участник ужасный ветер как говорится ни одно так другое нет она говорится по-другому но мы даже культурные люди поэтому говорим по культурным парке никого ну не считая там парочку влюбленных людей молодых так больше никого птички поют в общем весна в полном разгаре типа того но эти ветроган какой ужасный погуляем и домой вот смотрите про какую сумочку я вам говорила видите симпатичная какая это тоже неплохая но это слишком маленькая стоит они я не знаю сколько надо спросить но да точно не полтинник поэтому китайский магазин с одеждой и размеры тут тоже китайские супер маленькие нет можно конечно найти на обычных я туда одежда там не беру не знаю почему выстрел тут подороже уже сумки вот так тут тоже у нас китайский магазин обуви обувь вообще китайскую ну не знаю хотя я с калекспресс заказывала нормально было поэтому внутри сколько клубники вот стоит 2 килограмм 2 евро двадцать пять два пятьдесят короче вот эта коробка ну и написал запутаешься он его унаках ты дух кило ну в принципе не намного дороже чем мы в меркадоне а на вкус она такая же так а мотоцикл и поныне там это его личное место причем он на нем по-моему даже не ездит я пойду сейчас мне машине хлеб лежит там так хлебом пахнет я вот эту чарли набрала открыла так вкусно и вот надо хлеб забрать есть и занести его домой хоть ему там и хорошо и тепло но все равно вот мы уже погуляли там домой там такие тучи надвигаются не думаю что больше дождик будет видите какой то вроде бы на послезавтра передают знаете я раньше всегда теряла телефоны теперь я каждый раз теряю камеру чтобы что-то снять мне нужно минут пять ее поискать по дому теперь какой то я варю и тут рыбный суп я сначала варю бульон там лук морковка и голова от семги потом я процеживаю бульон закладывают эту рыбку замороженную всякую немножко и рыбный суп я люблю с пшеном одну картофельную среднюю даже больше маленькую и пшено меня муж тоже кстати любит а еще я лавровый лист забыла мне представляете не завтра 5 нужно будет магазин ехать я самое главное забыла а самое главное это мусорные пакеты я уже второй раз вожу мусорные пакеты из с работы представляете о пипец какой-то и палочки эти трубочки тоже забыла ну вот трубочки пакеты и лаврушка а как рыбный суп без лаврушки я вообще этого не понимаю и раньше хоть у меня была в соседках сестра мужа а сейчас и соседки мужа нету буду без лаврушки делать так вот бульон у меня почти сварился я сейчас процежу я уже повторяюсь и все и буду давать все у меня кипит все бурчит а это с головы смотрите сколько мяса испанцы все это выбрасывает представляете это я уже в конце добавлю так как это уже вареное все а укроп тоже в конце так что так у меня супчик будет на завтра суп готов смотрите какой вкусняцкий мы вообще любим суп и поэтому и такие чтоб знаете жиденькие были что-то не не моешься в общем суп готов на завтра ужин готов на сегодня так что буду с вами прощаться до завтра увидим что завтра будет и может быть проверка придет так что подписывайтесь чтобы быть в курсе событий всего вам самое наилучшее всем пока пока до завтра